Доброго времени суток YouTube, уважаемые наши контрагенты. Видео записывается для контрагентов прежде всего. Мы уже достаточно долго работаем на рынке оказания психологических услуг ядерно опасным, топливным предприятиям, транспортным предприятиям и так далее. На нашем сайте lpfo.pro есть раздел 2.1. Здесь вы можете узнать, уважаемые контрагенты, о всем, о всем, о всем. Вы можете посмотреть, для каких объектов требуется разрешение Ростехнадзора, получение лицензии. Это все определено 721 административным регламентом Ростехнадзора. Деятельность регламентируется 170-м федеральным законом об использовании атомной энергии, 35-м федеральным законом, постановлением правительства 233, которое определяет перечень, прежде всего, перечень должностей, которые должны проходить медицинские осмотры, давайте я даже вот так вот выделю, медицинские осмотры и психофизиологические обследования. Постановление правительства номер 240, собственно, административный регламент 721, который говорит нам о том, что это необходимо делать обязательно. Приказом министра, типовым совместным приказом Министерства атомной энергетики и Министерства здравоохранения, это действующий приказ, это наша Библия, 532 приказ от 2000 года. Ну и, соответственно, две формы справки. Первая форма, приказ Минздрав в соцразвитии России, 1204.11, номер 302Н. По этому приказу живет вся Россия. Вся Россия проходит медосмотры, по этому приказу 302Н. Кроме того, значит, утверждены Минздравом Российской Федерации и так называемые методические указания от 2015 года о психофизиологических обследованиях. Здесь можно почитать, как оказывается услуга, оказывается она нами дистанционно, через сеть интернет, благодаря запатентованному нашему специализированному программному обеспечению. И обращу ваше внимание на самый важный момент. Задают мне вопросы, очень часто по телефону звонят мне, моим коллегам, сотрудникам и задают вопросы. Что вы оформляете? Все очень просто. Соответственно, существует разрешительная справка ПФО. Вот она, 2.2.9.4 от 2015 года, 29.12.2015 года. Выглядит эта справка следующим образом. Вот я ее открыл, ее можно скачать с нашего сайта. Это справка о ПФО по приказу 34С. Вот так вот она выглядит. Это официальная форма, не нами придуманная. По этой справке, по этому приказу работает вся Россия. Соответственно, здесь приведены персональные данные. И, соответственно, проводится оценка уровня функционального состояния, уровня психозеологической адаптации работника. Делаются выводы о психическом, психозеологическом, физиологическом состоянии испытуемого человека-работника. Значит, следующий уровень, это уровень психозеологической адаптации. Делается заключение, оно очень специализированное заключение. То есть, тут три строчки определяются. Ну, к примеру, да, то есть, просто процитирую. Противопоказание к допуску на работу на объект использования атомной энергии не выявлено. Для атомщиков оно одно, для занимающих транспортированием несколько иное. Для нефтяников несколько иное. И, соответственно, два вывода можно сделать. Выявлены, не выявлены эти самые противопоказания. Собственно, вы сейчас на экранах видите справку по форме 34С. Это та справка, которая оформляется лабораторией психозеологического обеспечения. То есть, нами. Ну, и, соответственно, вот эта справка, это справка по форме 302Н, обратите внимание, заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования и данным психозеологического обследования. Противопоказаний к работе на должность нет, есть. Другими словами, в соответствии с регламентом 721, вот здесь вот он приведен, да, значит, где вот он, вот, соответственно, 721 административный регламент, он говорит, ребята, перед тем, как пройти медосмотр с 2015 года, вам необходимо пройти психозеологическое обследование. В России существует 32 лаборатории, официально тестованных для проведения вот данного рода психозеологических обследований. И они оформляют вот эту самую справку. Эта справка, еще раз повторюсь, форма 34С, мы ее оформляем. Эта справка получается в лаборатории, прикладывается к справке по форме 302Н, заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования и данным психозеологического обследования. Прикладывается и, соответственно, с другими документами, оформляемыми на работника, там, акты проверок, аттестации, обучения и так далее, и так далее, такая толстая получается папочка на каждого работника, отправляется в Ростехнадзор. Это делает лаборатория, а это делает медицинская комиссия, которая обслуживает работников этого предприятия. Сюда входит терапевт, офтальмолог, хирург, психиатр, не путать с психофизиологами. Психиатры не имеют знаний о психофизиологии, не имеют права оформлять справки по форме 302Н. Они не знают ни целей, ни задач и ни методов, используемых в психофизиологии. Это совершенно две разные вещи. Соответственно, получая от предприятия эту справку, прикладывает ее комиссионно, комиссии передает в медицинское учреждение, которое его обслуживает, допустим, в городе Саратове, к примеру, комиссия уже делает выводы, то есть, к работе нет, есть. Вот такой вот алгоритм. На этом я хочу вам еще показать следующее. Этот алгоритм очень строго и четко прописан на нашем сайте, а именно в разделе «Зачем оказывается услуга». Вы это можете почитать, то есть, можно почитать, кто оказывает услугу, кому, каким объектом оказывается эта услуга, какими юридическими и реакционными документами это все обосновано, все в полной доступности, все доступно для скачивания. Скачиваете и читаете, ознакомливаетесь, смотрите, понимаете алгоритм. Очень часто люди задают эти вопросы, которые можно посмотреть вот в этом разделе. Вернусь опять же, 2.1. Простите меня за некоторую такую основательность, подробность, потому что, ну, много звонков действительно. Соответственно, оформляются результаты по справке ПФО 34С, прикладывается к ней, она прикладывается к справке по форме 302Н и уже подается, предоставляется, вот я даже выделю, предоставляется предприятием организации, контролирующий орган Ростехнадзор с целью получения разрешения на право ведения работ. Вот, если говорить о кратком алгоритме. Кроме того, здесь можно почитать дополнительную информацию, но, я думаю, вам стало ясно. Оформляем психзиологическое обследование, прикладываем его к осмотру психиатра, терапевта, офтальмолога, хирурга и так далее, и, соответственно, подаем все это в Ростехнадзор. Вот такой вот краткий алгоритм. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!